Амела белая. Многолетний постоянный зелёный кустарник размером до 50 сантиметров. Прикрепляясь своими корнями к мягкой коре деревьев и вату поль яблоня берёза, она паразитирует на них. Корни, проникнув под кору, разрастаются в древесине. Витьеватые ветви у толщины в узлах. Покрыты они плотными, удлинённо овальной формы жёлтыми зелёными листочками. Цветёт этот кустарник довольно невзрачными жёлтыми цветами размером около 3 миллиметров. Цветы собраны в соцветия по 5-6 штук. Цветение бывает ранней весной. Плод ложная ягода с одним семенем формы вытянутого шара размером 1 сантиметр. Не созревшая имеет зелёный цвет, созревая становится белой. Ягоды эти очень ядовитые употребляют не ягоды, а веточки с зелёными листиками. Размножение происходит при помощи птиц. Поедая ягоды, они разносят семена на различные расстояния. Амила белая применяется в медицине. Это ценный источник полезных элементов, при помощи которых можно избавиться от многих недугов. Лечебные свойства амилы распространяются на такие заболевания, как гипертония, эпилепсия, в гинекологии применяют, онкология, аденомопредстательные железы, варикоз, ревматизм, истерические состояния, нарушение сна, геморрой, сахарный диабет, воспаление римфоузлов. Также успешно применяют для снижения лишнего веса. Для снижения массы тела вот один пятидневный такой рецепт. Первый день. В термосе залить одним литром кипятка пять столовых ложек цветков липы. Употребить в течение дня. Второй день. Заварить в термосе пять столовых ложек амилы в одном литре горячей воды. Выпить за сутки. Третий день. В двух литрах горячей воды залить по пять столовых ложек амилы и цветков липы. Выпить за сутки. Четвертый день. Сделать чай, как в третий день, только с добавлением меда. Пятый день. Заварить настой, как в третий день. Добавить сок лимона и мед. Вот так вот можно разнообразить немножечко этот отвар из амилы. Очень важно при заболеваниях сердца и почек этот метод не рекомендуется применять. Также амилу применяют в косметологии, как лосьон для лица и для волос. Рецепт лосьона на водной основе. Одну чайную ложку амилы залить полстакана горячей воды. Полученный лосьон хранить при температуре десяти градусов. Протирать лицо. Амила, собранная с ивы, сосны, березы и дуба, считается более целебной, чем с плодовых деревьев яплони и грушу. При гельминтозе также применяют это растение. Вот рецепт на 40 грамм сухих стеблей и листочков 1 литр кипятка. Протомить 5 минут, дать настояться, остудить. Применять за 20 минут перед едой по полстакана. Второй рецепт при гельминтозе. Смешать 5 грамм листвы амилы и 1 грамм корней валерьяны. Измельчить. Использовать перед сном вместе со свежей тертой морковью в течение трех дней подряд. Применяют также при ревматизме и артрите. Для поднятия тонуса. При сахарном диабете. При всей популярности оздоровления этой травой следует не забывать, что в частях амилы, в частности в ягодах, содержатся токсические вещества. При лечении необходимо точно соблюдать рекомендуемые пропорции. Нельзя допускать длительное употребление. Рекомендуется курсовое лечение. При беременности кормление грудью запрещено использовать эту траву. Людям с пониженным давлением, нарушениями функций щитовидной железы, почечной патологии, болезнями печени и желчного пузыря применять амилу запрещается. Кроме того, возможно появление индивидуальной непереносимости компонентов. В результате длительного приема возможна интоксикация. Терапия не должна превышать двух месяцев. Аккуратно нужно быть и при использовании средств наружным. Раствор для компресса сильной концентрации может привести к некрозу мягких тканей. Отравление проявляется замедлением пульса, нарушением дыхания, галлюцинациями, тошнотой и головокружением. При появлении симптомов интоксикации необходимо срочно вызвать врачей скорой помощи, вызвать рвоту и принять адсорбенты. Активированный уголь. Энтеразгель. 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 Энтеразгель.